Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. На данный момент в Минсельхоз поступило уже 17 тысяч заявок. В нынешнем году жители сельских населенных пунктов смогут улучшить свои условия для проживания с помощью льготной программы. Речь идет о сельской ипотеке. Ставка по кредиту будет весьма доступна от 0,1 до 3% годовых. Кредит можно будет взять на сумму максимум 3 миллиона рублей для всех регионов страны. Исключение составит Дальний Восточный федеральный округ и Ленинградская область. Там сумма будет ограничена 5 миллионами рублей. Заемщики самостоятельно будут выбирать банк, в котором получат свой ипотечный кредит. Данный кредит рассчитан максимум на 25 лет. При этом заемщик должен будет вложить не менее 10% от суммы строительства дома или покупки жилплощади. Возможность взять такой кредит будет предоставлена только один раз за жизнь. В Верхневолжье планируют создать научно-образовательный центр изучения производства и переработки лубиных культур. Средства федерального бюджета направят на развитие льноводства стратегического направления агропромышленного комплекса региона. Организациям, которые войдут в научно-образовательный центр, также предстоит решать задачи по обучению и переподготовке специалистов отрасли, создание национального центра компетенции, поддержки стартапов, развитию кампусов, научно-технологических парков и кластеров, цифровизации процессов. В 2018 году Лён включен в перечень культур на выращивание которых в Тверской области предоставляется субсидия. Также в регионе введено возмещение затрат на произведенное и реализованное льноволокно. Производителям льна также выделяются средства на приобретение элитных семян, а первичная обработка льна сырья занимается заводом в пяти областных районах. Традиционно в лидерах банкноты крупных номиналов. Так, в фальшивке пятитысячных банкнот обнаружено 398 штук, а номиналом 1 и 2 тысячи рублей 83 и 28 банкнот соответственно. Кроме того, выведены из обращения поддельные банкноты номиналом 100 рублей, 500 и 50 рублей и 5-рублевые монеты. Эксперты регионального отделения Банка России напоминают, что тверетяне могут самостоятельно проверять банкноты на подлинность. Информация о защитных признаках размещена на официальном сайте Банка России. По данным налоговой службы, в региональную казну в прошлом году поступило более 52 миллиардов рублей, что выше показателя 2019 года на 1%. В федеральном бюджет с территории Верхнего уже поступило 22 миллиарда, что тоже больше, причем на 15%. Особое внимание в докладе было уделено сокращению количества фирм однодневок. Если в начале 2016 года их насчитывалось более 5 тысяч, то в конце 2019 их количество сократилось до 500. Также предприниматели стали в большей мере платить официальную белую зарплату. НДФЛ, источником которых являются налоговые агенты, за год вырос на 5,7%, а без учета возвратов на 7%. Это также является эффектом уделения экономики, пресечения схем незаконного обналичивания денежных средств, которые служат основой для выплаты теневой заработной платы, так называемой зарплаты в конвертах. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.